Истамбул 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 древний город, но изначально он назывался Константинополь, потому что был основан императором Константином в 4 веке на границе Европы и Азии. Это стратегическое место, которое имело большое значение. Но к 15 веку его захватили турки, и он получил название Истамбул. Турки активные строители, они часто и много строят, но, к сожалению, не церемонятся с древностями. Но если хорошо поискать, то еще можно увидеть остатки старого императорского Стамбула. Когда вы ходите по крылым улочкам, то не подозреваете, что здесь образовался большой культурный слой, более 4 метров, под которым скрыты когда-то наземные сооружения, которые сейчас стали подземными. Одной из загадок для исследователей является конфигурация и планировка императорского дворца в Константинополе. Сейчас доступно два фрагмента. Один находится рядом с Айя-Софией, а второй участок императорского дворца находится под входом в один из ресторанов Стамбула. Это место оборудовано и расчищено. Мы можем наблюдать большие сводчатые галереи, перекрытые каменным сводом, по которым можно бродить. Но подземелья не ограничиваются ресторанами. Если вы посетите один из магазинов ковров в Стамбуле, то в его подвале сохранились древние византийские мозаики 5-6 века и большие сводчатые помещения, подвалы древнего Константинопольского монастыря, в котором можно наблюдать остатки от фрески богоматери Адигитрии, устроенные над выходом почитаемого источника. Еще один магазин, покрупнее и побогаче, располагает в большой византийской цистерне. Она имеет габариты 30 на 9 метров, двойной ряд колонн, и в ней регулярно устраиваются различные выставки, которые может посетить любой желающий. От бывого великолепия осталось не так много, но кое-что вы можете увидеть в подвалах различных магазинов и гостиниц. Поэтому, когда будете гулять по городу, то смело спрашивайте у владельца магазина ковров или менеджера гостиницы, как пройти в древнее подземелье, и он обязательно покажет вам правильный путь. Приятного путешествия! Субтитры создавал DimaTorzok